Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по нашей вселенной. Итак, наша ракета поднимается, отбрасывает ускорители и через некоторое время мы проходим в линию кармана, которая отделяет землю, а если быть еще точнее верхние слои атмосферы и космос. Кстати, мы летим на необычной ракете. На самом деле она может разгоняться до скорости во много раз быстрее световой. Дело в том, что если бы мы летели со скоростью обычной ракеты, то до ближайшей звезды мы летели бы тысячи лет, а нам так долго ждать не хочется. Если что, скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду. Ну что же, я включаю двигатель, и вмиг мы уже оказались в международной космической станции. Привет, космонавты! Со скоростью ракеты нам пришлось бы лететь целый день, но Роскосмос пытается поизобрести новый способ, чтобы долететь до МКС всего лишь за полтора часа. И вот через секунду мы подлетели к Луне, но с современными технологиями добраться до нее можно за три дня. Кстати, вы знали, что Луна на самом деле в форме яйца. Все потому, что в течение миллиардов лет Земля оттянула к себе спутник и вытягивала его. И да, мы будем двигаться по направлению к границам Солнечной системы, и не будем посещать Солнце, Меркурий и Венеру. Но не волнуйтесь, в следующий раз я обязательно сделаю вам экскурсию. Следующая остановка Марс. При самом близком расстоянии к Земле на просторе ракеты мы долетим за пять месяцев, а при самом далеком – три с половиной года. Ну а со скоростью света примерно 3 и 22 минуты при разном расстоянии. Несколько минут спустя. Кстати, многие из вас слышали, что Илон Маск собирается отправить миссию на эту планету. Он хочет сделать это, чтобы исследовать поверхность Марса и даже построить город-миллионник через 100 лет. А еще на планету можно будет взять билет за 200 тысяч долларов, а потом даже дешевле. Но вы спросите, почему Марс? Дело в том, что хоть там и холодно, но это самая лучшая и близкая планета к Земле. На Меркурии очень жарко, на Венере кислотные дожди и сильное давление. Спутник Юпитера, Европа, далеко и там холодно. А Титан, спутник Сатурна, похож во многом на Землю, но тоже далеко. Кстати, как минимум через 300 лет можно будет превратить во вторую Землю Марс. Это называется терраформация. Теперь мы полетим на самую большую планету Солнечной системы, Юпитер. Путь до него займет полчаса от Марса, ну или же 6 лет на данный момент. Кстати, пятая планета – это газовый гигант, и у него, к сожалению, нет твердой поверхности, так как он состоит из газов. Однако имеются спутники. Но самое известное – это Европа, не континент. Она очень холодная, но есть вероятность, что в подлёдном океане есть жизнь. Кстати, на Юпитере есть огромный ураган под названием Великое Красное Пятно. В него сейчас можно поместить целую Землю, а в прошлом – целых три. Теперь мы отправляемся на Сатурн. Дорога до него занимает 40 минут от последней остановки со скоростью света или один год с сегодняшними технологиками. Сатурн известен своими живописными кольцами. Однако неправильно считать, что они есть только у него. Они самые большие, но у Юпитера, Урана и Нептуда они тоже есть, но очень тонкие. Кстати, если мы смогли бы положить планеты Солнечной системы в огромный океан, то все бы утонули, но не Сатурн. Но почему? А потому что эта планета состоит из газа под названием водород, и он легче воды. И ещё у Сатурна есть спутник Титан, на котором почти те же условия, что и на Земле, и его можно колонизировать, обойдясь кислородными масками для дыхания. Только там низкие температуры. Следующая остановка – Уран. До него нужно лететь от Сатурна два часа со скоростью света и полтора года на обычной ракете. Эта планета известна тем, что она лежит как будто на боку. Может, она просто спит? Ладно, шучу. Просто на самом деле в Уран очень давно врезался объект размером с Землю и повернул его. Но это одна из теорий. Может, он всё-таки уснул? Также эта планета самая холодная. Самая низкая температура, там минус 224 градуса. Теперь мы летим к Нептуну. Дорога займёт где-то час со скоростью света или три с половиной года на обычной ракете. Нептун был первой планетой, которую нашли при помощи расчётов, а не наблюдений. Ну а чтобы проверить его существование, был запущен зонд Voyager. А ещё люди узнали, что ветры могут там достигать двух с половиной тысяч километров в час. Следующая остановка – Плутон. Туда нам надо лететь от Нептуна час со скоростью света или два года с ракетой. Хоть в 2006 году его перестали считать планеты, и теперь он карлик. Это место надо обязательно посетить. Плутон чем-то похож на Россию. Он чуть меньше страны по площади, но почти в три раза холоднее Микона, самого холодного места России. Если что, самая низкая температура в том месте была минус 89 градусов. Кстати, океаны на поверхности состоят из азота, но они пока что в замёрзшем состоянии. Но есть ещё подземные океаны из воды, и именно во втором есть шанс найти жизнь. Ну что же, поздравляю вас! Мы долетели до границы Солнечной системы. Или нет? На самом деле, система заканчивается через где-то один световый год. Это место, где солнечные ветры перестают быть сильными, и начинается межзвёздное пространство. По-научному это называется Гелиопауза. И да, световой год – это расстояние, которое луч света проходит за год, или же 9 триллионов 400 миллионов километров. Поэтому я включаю межзвёздный двигатель, который будет двигаться со скоростью 1 световой год в секунду. Через 1 секунду мы пролетаем Гелиопаузу, а через 4 уже находимся у Проксимы Центавра. Кстати, на самом деле у неё есть ещё 2 звезды соседа, поэтому закаты с этой планеты выглядят почти как на Татуине из «Звёздных войн». Ну и да, здесь есть даже планеты под названием Проксима Центавра Б. Есть вероятность, что там есть жизнь, но есть одна небольшая проблема. Иногда звезда может выпускать много энергии, как вспышки, и они могут запросто уничтожить атмосферу и озоновый слой, которые работают как щит от огня. Совсем неподалёку находится планета 55 Канкри-Е. Известна она тем, что внутри неё находится огромное ядро алмаз. Поэтому в будущем люди будут добывать там эти драгоценные камни, ведь там их много, и место по меркам Вселенной совсем недалеко. Лететь 40 секунд или 40 световых лет. А вот следующую планету я не рекомендую вам по возможности посещать. Она называется HD 189733B. Как код от замка какой-то. Всё потому, что там идут дожди и стекла! Находится она в 63 световых годах от Земли, и лететь до неё нам примерно полминуты. А вот следующее название я не буду читать. Это одинокая планета Газовый Гигант. Находится в 80 световых годах от родной планеты, и лететь нам до неё 20 секунд. Ну учёные, ну зачем вы придумываете вот такие названия? Ну не прочитать же, блин! Находится в 400 световых годах от Земли. Чтобы долететь до неё, я включу более быстрый двигатель, с которым мы разовьём скорость 100 световых лет в секунду, и прилетим туда за 4 секунды. Только нужно быть очень осторожным, иначе мощный луч может запросто пробить насквозь судно. Кстати, эта звезда очень плотная. Представьте себе два наших светила, сжатых в шарик радиусом всего лишь 20 километров. Итак, мы подлетаем, я сбавляю скорость, и теперь мы уворачиваемся от лучей, и мы пролетели! Ни одной царапинки, а вы сомневались в моих способностях. А недалеко от нас находится GES-1407B, или Супер Сатурн. У него самые большие кольца во Вселенной. Они в 200 раз больше колец Сатурна. А через 2 секунды мы оказались у Бетельгейса. Расстояние от Земли до звезды 643 световых года. Но как оказалось на месте, он уже взорвался. И, возможно, проходит процесс образования чёрной дыры. Кстати, насчёт чёрных дыр. Ближайшая к Земле находится в полутора тысячах световых лет. Она называется Единорог! Но не дайте названию обмануть вас! Чёрные дыры поглощают всё вокруг, и даже своих сородичей! Ещё вокруг Единорога движется огромная звезда, которая чёрная дыра безжалостно поедает, растягивая форму спагетти. Хм, почему чёрным дырам нравится итальянская кухня? Вот в чём вопрос. Масса Единорога 3 солнечных. Кстати, чёрные дыры образуются, когда звезда массой в 10 масс Солнца срывается сверхновой, а остатки светила под своей же массой сжимаются и превращаются в чёрную дыру. Но возможно, что в Швейцарии, в Адронном коллайдере, где сталкиваются очень маленькие частицы, могла образоваться микроскопическая чёрная дыра. К счастью, это всего лишь теория, и даже если это правда, то она всё равно никому не навредила, ведь она настолько маленькая, что меньше через секунду испарилась бы. А также, чтобы космическая чёрная дыра могла причинить вред, то она должна быть на очень близком расстоянии к Земле. А в 24 тысячах световых лет от Земли находится центральная чёрная дыра, под названием Стрелец А. Это центр Млечного Пути. Чтобы долететь до неё, я включу двигатель для галактических путешествий, и мы полетим со скоростью 1000 световых лет в секунду. Через 20 секунд мы будем на месте. А теперь давайте проведём небольшой эксперимент. Сейчас я кину камеру в чёрную дыру, и мы узнаем, что с ней произойдёт. Три, два, один, пуск! Итак, камера летит, затем пролетает горизонт событий, пышка невозврата, и теперь она застыла на месте, потом краснеет и исчезает. И мы потеряли сигнал. Но камера проживёт дольше, до тех пор, пока она не дойдёт до сингулярности. Место, где давление бесконечно, и камера превратится в атоме, и станет единый с чёрной дырой. Но мы не знаем, что точно там скрывается. Некоторые говорят, что это кротовая ныра, более короткий путь и другое место. Но если что, это не то место, где живёт крот. Представьте себе лист бумаги, и две тушки на листе бумаги по краям листа. Чтобы сократить путь, нужно согнуть бумажку и соприкоснуть две точки друг с другом, и так можно намного быстрее добраться. А теперь мы пролетим через Млечный путь. Длина галактики 100 тысяч световых лет, но так как мы у центра, то путь будет в два раза короче, и займёт примерно минуту, и 50 секунд спустя. После того, как мы долетели до границы родной галактики, то до ближайшей галактики Андрометы расстояние составит 2,5 миллиона световых лет от Земли. Поэтому я включу межгалактический двигатель, и мы будем лететь со скоростью 1 миллион световых лет в секунду, и путь займёт 2 секунды. И полюбуйтесь её красотой. Но есть небольшая проблема. Через 4 миллиарда лет она столкнётся с нашей галактикой, но по последним данным она уже начала столкновение. К счастью, сейчас происходит слияние границ этих галактик. Дело в том, что как и у Солнца, у галактики есть своя граница, но там ничего нет, кроме маленьких частиц, так что все живы и здоровы, и опасность нам не грозит. По крайней мере сейчас. Следующая остановка Меркерриан 421. Это чёрная дыра с мощным лучом энергии в центре, или по-научному Блазар. Расстояние до него около 400 миллионов световых лет, поэтому мы будем лететь со скоростью 10 миллионов световых лет в секунду. А теперь мы отправляемся к самой большой чёрной дыре во Вселенной, под названием Тан-618. Расстояние до неё 10,5 миллиардов световых лет. Масса 66 миллиардов масс Солнца. Чтобы быстрее добраться, я включу самый быстрый двигатель, и мы будем двигаться со скоростью 1 миллиард световых лет в секунду, и доберёмся туда за 10 секунд. Кстати, любой объект, который подойдёт слишком близко, сможет пройти через горизонт событий и долететь до центра примерно за день, но затем будет сплющен массой чёрной дыры. И наша предпоследняя остановка – это APM-08279-2055. Это квазар, вокруг которого есть огромное облако пара, в котором вмещается в 140 триллионов раз больше всех земных океанов вместе взятых. Но не волнуйтесь, ведь этот объект находится в 12 миллиардах световых лет от Земли, и нам не суждено утонуть там. Лететь туда 2 секунды, А через ещё 2 секунды мы уже на краю Вселенной, и нам необходимо двигаться, иначе Вселенная расширяется, и скорость края Вселенной отойдёт ещё дальше. Кстати, я взял с собой мощный телескоп, и мы попробуем узнать, существует ли параллельная Вселенная, или нет. Ух ты, смотрите, видна маленькая точка! Возможно, это она. Точка такая маленькая, потому что тот объект слишком далеко. Расстояние от Земли до края 14 миллиардов световых лет. Ну что же, а теперь я включаю телепорт, и мы у орбиты Земли. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых путешествий! С вами был космонавт Михаил и Даня.